И всем привет, друзья, с вами тот самый опаснейший Феликс, и прямо сейчас я нахожусь в том самом безумном мире. Как вы помните, в предыдущей серии мы научились прокачивать способности в Майнкрафте, и вот посмотрите на... Блин, не туда, вот на эту дичь, посмотрите. Здесь есть небольшой баг, нам нужно просто нажать на те способности, которые у нас есть. Я думал, они пропадают, но на самом деле они нифига не пропадают, ну разве что вот эти верхние, по-моему, пропали почему-то. А в остальном всё осталось на своих местах, и в принципе всё нормально, понимаете? Также далеко прыгаю и прочее. Также мы наконец-то закончили драконью кузня, но столкнулись с одним очень странным багом. И в этой серии я его устранил, потому что баг, оказывается, был в драконе. Понимаете, проблема у нас как раз-таки в Эльзе, она не может морозить почему-то. Видимо, это просто-напросто баг какой-то, хотя это дракон последней стадии, понимаете? А вот этот дракон, которому мы ещё имени дали, он, естественно, может всё вот здесь нормально так жарить, плавить, замораживать точнее всю эту сталь. И посмотрите, это действительно работает, все слитки почти готовы, и мы можем скрафтить тот самый меч, наконец-таки. Так, ну и чем же мы сегодня займёмся в целом? Ну, во-первых, мы сейчас скрафтим этот меч, во-вторых, разберёмся с зомби-чемой, у меня специально для этого сделан шприц. Сейчас разберёмся, всё будет нормально. Вы мне всё расписали, чё как надо, я всё понял. И также мы, наконец-то, призовём болотную тварь, болотницу, или как её ещё называют. Ну, в общем, посмотрите, это уже у нас завершилось. Это мы можем забрать, отлично. Ну и про болотницу я тоже кое-что вам расскажу, ну и, естественно, сейчас мы её призовём так же. Но перед всем этим, друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого ещё не сделали. Как вы знаете, у нас начался путь к 800 тысячам подписчиков, поэтому не забывай про меня и помоги мне с этим. А давайте попробуем побить наш рекорд по сериям, наберём 20 тысяч лайков за целый день. Не знаю, получится у вас или нет, но будет невероятно круто, в общем, окей. Так, ну и первым делом я иду, естественно, крафтить тот самый меч. Так, 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 опа, сразу возьму болотницу. У меня появился один очень интересный вопрос к вам. Я думаю, вы как раз-таки знаете об этом, те, кто шарит в моде SCP. Я не помню, говорил ли я вам об этом, но здесь есть настолько сильный меч, что урон... Ну, я не могу сказать, что это за урон, вот серьёзно. Миллиарды это миллионы, триллионы, я не знаю. Я гуманитарий, сорян. Но каким образом этот меч можно получить? Вы посмотрите, это самый сильный меч в Майнкрафте, который мы можем получить. И мы можем его получить с помощью какого-то SCP. Расскажите мне, пожалуйста, про этот невероятный телекиловый меч, потому что я о нём ничего не знаю. 1023 арк написано. Я не знаю, есть ли тут такой SCP 1023. Нету такого SCP. Это как раз-таки есть этот меч. Но никакого листочка, ничего такого крафта нету. Значит, он призывается с помощью какого-то другого SCP. То ли он выпадает с какого-то SCP, я не знаю, поэтому, пожалуйста, расскажите. Так, и прямо сейчас я собираюсь сделать тот самый опаснейший меч. Он толком-то ничем не... Отлично, всё у нас есть, можем не беспокоиться. И вот этот меч, он замораживает цель. Вот этот меч, он у нас поджигает там все дела и отбрасывает, а этот замораживает. Но при этом не отбрасывает, но знаете, насколько это классная тема. Так, естественно, мне для начала надо будет поспать, но у меня есть кроваточка. Йоу-йоу-йоу. И, друзья, нам надо бы сделать точно такую же, только ледяную броню. Ведь здесь есть ледяная броня, да, я об этом вам кучу раз говорил уже, окей. Короче, теперь надо проверить этот меч, но на ком, я не знаю. Правда, можно на скромнике, но, правда, туда далеко идти. Вот, чуваки, тот самый крипер. И смотрите, как работает это... О, блин, он сразу его убил. Ну, ладно. Но вы видели, да, то, что цель замораживается, и она не может двигаться, понимаете? И если это будет какой-нибудь босс или что-то типа того, то он просто встанет и не сможет двигаться, понимаете? Этот меч невероятно крутой. Он даже круче, чем зачарованный огненный, потому что он замораживает, и цель просто не двигается. Кстати говоря, совсем забыл вам сказать про этот самый пруд. Блин, где-то здесь бродит плачущий ангел, я его слышал. Меня это напрягает, потому что он меня сейчас телепортирует, ну ладно. Идея такого пруда мне скинула подписчица, а именно Валя Тищенко. Надеюсь, правильно назвал. А вот да, те, кто подписаны на мою группу и чекают всё, и скидывают мне постройки и моды, буду благодарить видосы. Поэтому ссылочка в описании, не забывайте подписываться и на группу. Да, я также буду украшать, ну, внешнюю струду, вокруг дома всё это дело, ну, как же без этого. И мне скинули офигенную беседку для собак, я её скоро буду делать, как раз-таки. Ну, и также можете скидывать свой декор вокруг дома, в доме и так далее. Я всё чекаю и всё вижу, как говорится. Так, ну что же, что же нам медлить? Во-первых, нам надо сейчас крафтить, конечно, персонал D, перед тем, как отправиться в ACP фонд. Он крафтится очень просто, тут вообще без каких-либо проблем. Боже, у меня куча, всё нормально. Оу, кстати, по-моему, я могу скрафтить тот самый нагрудник. А ну-ка, наденем-ка его на себя. Опа, ля красавчик. Ну, хорошо, ладно, пока что мы его будем беречь. Ну, кинем сюда, как раз-таки. Вот, будет наравне с этим. Ну, они, смотрите, они одинаковые, можно сказать. Так, а ну-ка, раз, и всё, готово, супер. Так, мне понадобится, конечно, решётка, чтобы делать опыты. Для чего же нам понадобится D-персонал? Ну, я говорил, да? Я не помню, говорил ли я. В общем, этот персонал нам пригодится для того, чтобы ставить на нём опыты с помощью вот этого самого шприца. Потому что, ну, на всякий случай. Посмотрим, что с ними будет и так далее. Также надо бы взять кого-нибудь ещё, знаете. Но, блин, мне жалко всех мобов, поэтому нет, я боюсь. Итак, карточка у меня, болотная тварь у меня также. Окей, давайте сначала зайдёмся вот сюда. Опа, перед этим нам надо надеть, естественно, химзащиту. Опа, приходим сюда. Хорошо, что тут два костюма целых. И всё, нормально, мы, в принципе, в безопасности. Где-то здесь я планирую сделать решёточку. Вот можно прямо-таки здесь, знаете. И заспавнить D-персонал, потому что, ну, как бы, да. Я уже объяснял, для чего он нам нужен. Опа, главное, чтобы он нас не ударил. D-персонал, ну, я уже рассказывал. Кто не знает, D-персонал в SCP-фонде набирается из добровольцев или же из тюрем... Ну, из людей, которые обречены на смертную казнь, все дела. В общем, люди, кому нечего терять и кто сам по себе хочет там вот в это, ну, всё вникнуть, да. Ну, естественно, D-персонал здесь такая тема, которая часто погибает и все дела. Но, собственно, да. Так, ну и что же, как вы мне говорили, мне нужно правой кнопкой мыши, я так понимаю, нажать вот сюда. Та-дау, оу, отлично, получается шприц с зомби-чумой, хорошо. И теперь нам надо правой кнопкой мыши нажать по этому чувачку, запоминайте, у него 20 хп. Правой кнопкой мыши и теперь у него 40 хп, почему? Странно. Так, и пока что никаких изменений нет, меня он вроде как не бьёт. И говорят то, что если он меня ударит даже в химзащите, то я могу заразиться. И мне рассказали, каким способом также можно вылечиться. А вылечиться можно с помощью одного SCP под названием Панацея. Ну, в общем, будем следить за этим объектом, он пока вообще на меня не лезет, никуда не пытается отойти. И знаете, может быть, ещё нам объект вот здесь заспавнить как раз-таки, вот тут его поставим. И будем тоже так же за ним наблюдать. Я не думаю, что он отсюда как-то вылезет и так далее, думаю, всё нормально будет, он никак не вылезет отсюда. Ну, я вообще сомневаюсь, как он отсюда вылезет. Блин, ещё один шприц, точно. Почему он прав? А, точно, ладно. Ну, пока что мы этого чувачка поставим сюда, стой здесь, они все разные. Кстати говоря, фига, красавчик, ё-моё. Оставайтесь пока тут, собственно, со мной всё нормально. Жалко, на них нельзя надеть костюм с химзащитой и так далее. Ну, хорошо, посмотрим, как он будет меняться. Напишите в комментариях, будет ли он вообще меняться, потому что я не шарю насчёт этого. Так, и теперь мы идём призывать ту самую болотную тварь. Или болотницу, болотную женщину, своим пумом, все дела. Правда, я не знаю, в какой стороне. Вот серьёзно, можно, в принципе, где-нибудь, где-нибудь за камерой скромника. Или можно где-нибудь вот здесь слева, по-моему, да. Хотя там куча лавы, почему? Ну, ладно, ладно, ладно. Вот в той стороне, в принципе, нормально, где у нас находится живая комната. Если вы не смотрели ролик с живой комнатой, где я её призывал, то обязательно посмотрите. У меня есть специальный плейлист, где я призываю разные объекты, встречаю разные чувачков, там все дела с разных модов. В конце плейлист оставлю, поэтому зацените. Так, нет, в этой стороне неудобно, в той стороне тоже неудобно, потому что я не знаю, насколько данж огромный. Но, в принципе, я не думаю, что он настолько огромный, что в ту сторону он будет... Ну, ладно, вот так вот сделаем. О, господи, как ты быстро ломаешь. Так, теперь мы берём вот этот листочек, правой кнопкой мыши и бам, всё. Опа, тихо. Тихо, тихо, тихо. А, ясно, вход у нас получился повыше немного. Ну, окей, ладно, пускай будет так. Так, очень странно, что они нормально, блин, не сделали так, чтобы они спавнились адекватно. Так, никакую клетку на карте мы смотрим, ничего не перекрыло, всё нормально, адекватно. И как-то это всё странно выглядит, странный вход. Это что? Ааа. Так, давайте заберёмся наверх, видимо, где-то наверху. Она же находится, по идее-то, в болоте, в воде. И здесь я её пока что не наблюдаю, посмотрите, где она. Мне кажется, она будет напоминать что-то типа русалок. А, ну чё там, про лайки не забыли? Про подписки, все дела. Окей, ну не забыли же, ну так, как же без этого? Просто напоминаю. Так, ну что ж, заглянем к ней, я думаю, и... О, господи, как ты так резко вынырнул, напугала, блин, а. Но что-то на меня она не нападала. Видимо, она какая-то, ну уж, нейтралитет, видимо, держит. Опа, пузо. А, ясно, жрём, значит. Да, ой, как-то не особо приятно выглядит такое. В Майнкрафте такое очень стрёмно. Окей, давайте спустимся вниз, я думаю, там видим, виден бак. Именно вот этот бак, где находится вся вода, как раз-таки. Но я что-то сомневаюсь, на самом деле, может быть, её можно будет увидеть как раз-таки снизу. А ну-ка, а ну-ка, во-во-во, да-да-да, правда, хрен тут чё увидишь, на самом деле. Болотная вода очень тёмная, где-то у меня, по-моему, есть очки ночного зрения. Ну ладно, я хочу именно туда залезть, нырнуть, так сказать. По-моему, она как раз-таки сейчас нейтралитет полный, нападать на меня не будет. Несмотря на то, что это класс Эфклид, и насколько я знаю, его надо кормить, понимаете? Так, ну что ж, залезем к этому противному чудовищу. На меня оно не лезет, но, по-моему, есть оно будет, или нет? А ну-ка, ты будешь есть? А ну-ка, а если правой кнопкой мыши на тебя? Нет, не ест, хорошо. А если кинуть в тебя? Тоже не ест, хорошо. Так, ну чем же ты опасна? Если я спущусь... А, у неё всё-таки нет, она не похожа на русалку, она всё-таки ходячая. Ну это фигово, блин, сделали бы модельку хотя бы такого хвоста. Потому что, насколько я знаю, это вроде как... Так, надо выплыть. Как долго всплывает, как долго всплывает. Тихо, вот так сделаем, отлично, да. Так, поставим сюда светильники. Ау, так это сломано всё, я понял, кто это сделал. Это делают ангелы, они просто скидывают этот весь камень. Ага, отлично, просто класс. Ну, хорошо, будем держать во второй руке. Так, ты на меня вроде как вообще не нападаешь, я так смотрю, да? Окей. Эвклит, так эвклит. Если смотреть, ничего она мне не будет делать, она всплывает достаточно быстро. А если мы ударим? А ну-ка, правая кнопка мыши. Ой, левая, левая. Опа, начинает кидаться сразу какими-то какашками. Но, насколько я знаю, это слизь. И достаточно сильная слизь. О, господи, промахивайте, промахивайте. Ай, боли, 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 боли. Эта слизь выделяется из её кожи, а именно из ладонь, как вы мне писали в комментариях. Это существо может нападать только тогда, когда оно голодное или когда ему грозит опасность. Именно это существо нападает из-под тишка, то есть это хищник, понимаете, да? И, насколько я знаю, она знает, типа, человеческий язык и может разговаривать, в принципе, с персоналом. Но разговаривает она примерно чуть-чуть лучше младенца. Но всё равно у этого существа есть какая-то разумность, и это прикольно. Правда, она на меня нападает, честно говоря, злая, капец. А, нет, всё, уже, уже не такая злая. Да, в принципе, это вообще не страшный объект. Так, и что же мне делать с этим объектом? Предлагайте, с кем его можно поставить драться или, не знаю, против кого. На что этот объект ещё способен? Или это просто овощ, который сидит в клетке и всё, как бы, да? Обязательно распишите мне о ней побольше, потому что мне интересно, вдруг этот объект способен на что-то большее. Ну и также предлагайте других SCP, которых вы хотели бы, чтобы я призвал. А давайте попробуем сюда поместить человечку, и пускай он здесь будет стоять. Посмотрим, нормально ли с ним будет всё через время или нет. Ну что ж, друзья, завтра я собираюсь выпустить целых два ролика. Эта серия получилась не такая уж и насыщенная. Но завтра я выпущу целых два ролика нормальной такой длины. И если вы ждёте, то влепите лайк и покажите подписками, насколько вам понравился ролик. Ну а с вами был тот самый опаснейший Феликс. Всем спасибо за просмотр этого ролика, и всем пока-пока. Чё это было сейчас такое? Лайк поставить, комент репи, ролик посмотрел, но не оценил. Что же теперь делать мне сейчас, если лайк не поставил ты? Подпишись на канал, колокольчик, блин, нажми. Но очень рад я этому, если всё это сделаешь ты.